До конца лета остаются считанные дни, но расстраиваться еще рано. Поводы для радости есть. А говорю я конкретно о том, что не все фестивали на территории Крыма состоялись. Еще один у нас впереди, а называется он «Абджинки». Ну, с этом, об этом мы поговорим с нашей следующей гостью. Это Анастасия Гречина, председатель региональной общественной организации «Украинская община Крыма». А в это время очередной раз наслаждаюсь вот этим вот утром, которое начинается с такими-то видами. Потому что, когда вот такая легкая волна утренняя, уже начинают машины ездить все больше и больше. Медленно наблюдаешь, как это все происходит. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, что это за «Абджинки» такие? Обжинки. Обжинки, да. Это фестиваль украинской культуры, который приурочен к сукосу пшеницы. Мы его традиционно будем проводить уже третий год. Каждый год мы добавляем какие-то новшества. В том году у нас праздник совпал с яблочным спасом. Это было очень интересно, очень тематически. Мы проводили конкурсы с яблоками, с медом. То есть было очень много всего интересного. Колоритно и вкусно, как я понимаю. Колоритно и вкусно. Детям очень понравилось. В этом году мы планируем, конечно же, традиционно начать наш фестиваль с мастер-классов, которые будут и для детей, и для взрослых. Это будет и гончарное искусство, и кузнечное дело, и просто как вышивка. Ну а далее мы продолжим, конечно же, ради чего, собственно говоря, и собрались. Это концерт, концерт украинской песни, украинской музыки. Коллективы у нас приедут абсолютно со всех регионов Крыма. Это действительно будет очень интересно. Это не только будут, конечно же, песни, будут и танцы, которые свойственны украинской культуре. Но также у нас будут и гости. Гости будут и коллективы белорусы, и также корейцы, и русские, конечно же, общества присоединятся. Корейцы? Да, корейская. Корейцы на фестивале украинской культуры очень интересны. Да, ну это... У нас же Крым многонациональный. Абсолютно верно. Тем более мы дружим со всеми общинами, которые работают на полуострове. Поэтому это очень символично, если мы всегда приходим друг к другу в гости. В каких числах пройдет фестиваль? 31 августа традиционно в Гагаринском парке с 5 часов у нас начнут работать мастер-классы, и далее уже, естественно, концерт. Планируется это все где-то до часов 8 вечера. Поэтому, я думаю, все могут успеть и поучаствовать в нашем фестивале. А вот как можно стать участником этого фестиваля, допустим, подать заявку? Ведь очень может быть, что какой-нибудь фестиваль сейчас где-то, руководители кого-либо из коллектива, да, сейчас думают, вот мы бы тоже хотели в следующем году, допустим, уже поучаствовать. Или в этом, если еще могли бы успеть. Это сделать абсолютно просто. Мои контактные данные находятся в интернете, на сайте Государственного комитета по делам национальности. Я думаю, вообще не проблема либо обратиться непосредственно в комитет, либо позвонить мне. Я думаю, что я только рада буду, если такие руководители где-то сидят нас и смотрят, и хотят, чтобы их коллектив принял у нас участие. Потому что на самом деле, я вам так скажу, первый год, когда мы проводили, это почти 3 года назад, действительно было сложно снова собрать коллективы украинской песни, потому что многие начали петь другой репертуар. И вот мы потихонечку-потихонечку возродили снова интерес, любовь к украинской культуре. Вот 3 года, это не так много, но с другой стороны, и не так мало. Наверняка уже есть опыт у вас, и возможно, есть какая-то статистика. Вот возрождается эта культура вот этой песни, этого танца и фестиваля? Конечно, абсолютно верно. Действительно, мы видим динамику, динамику действительно положительную. Действительно, много коллективов хотят участвовать, хотят приезжать. Вот, например, если сравнивать 3 года назад, как я уже говорила, первый наш фестиваль. Действительно, коллективов было порядка около 15, ну, плюс-минус, вот. А в том году у нас уже было почти 20. В этом году мы планируем уже около 30 коллективов пригласить. Ну, я говорю, там и песни, и танцы, поэтому разнообразно абсолютно. Ну, естественно, снова интерес возрождается, и нас это не может не радовать. Ну, также, помимо обжинок, у нас проходят и другие праздники, концерты, где мы совместно с Ассамблеей славянских народов Республики Крым, это русская, украинская, белорусская общины проводим праздники, где действительно и украинская, и русская, и белорусская песни востребованы. Поэтому мы не замыкаемся абсолютно только на украинских коллективах, поэтому всех ждем, всех милости просим. Какие следующие мероприятия масштабные уже готовить, либо запланировали? Мы планируем провести в этом году впервые мероприятие, приуроченное к освобождению Украины. 27 октября освобождение Украины, и мы планируем вместе со школьниками, с библиотекой Франко провести фестиваль. Точно вам не скажу, концепция еще продумывается, но знаем точно, что обязательно пригласим школьников, сами придем в школы, расскажем ребятам о том, действительно, какой это важный, важное историческое событие было, поэтому мы все знаем прекрасно о том, что и глава республики Крым уделяет внимание освобождению Украины, и постоянно мы об этом говорим, но я думаю, что детям будет полезно более подробно об этом ознакомиться. В любом случае, всегда нужно знать историю. Поэтому спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Гречина, председатель региональной общественной организации «Украинская община Крыма». Ну а далее мы поговорим, покажем вам самые интересные видеоролики со всей сети из мировой паутины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!